Я в зале на концертной площадке в сквере у озера Сердце Бельдвека. Сегодня 1 июня. Вчера 31 мая глава Нахимовской администрации приезжал сюда, встречался с жителями, тех кто смог прийти конечно. Из фильма вы поймете почему народу было мало, потому что было мероприятие в Доме культуры ответственное, и многих не было здесь. Я посмотрел те записи, которые предоставил наш нештатный корреспондент. Хочу рассказать про историю этого озера. Это было не озеро, это была просто техническая яма, куда в 79-80 году сливалась вода из-под фундамента в двух домах. Это дом номер, сейчас он дом номер 49 и 47 по улице Федоровской. Но когда дома построили, эти траншеи были зарыты соответственно, а яма осталась. Но с тех пор, прошло уже больше 40 лет, существование этого озера превращалось в болото. Потом болото это мы, можно сказать, реконструировали. И в 22-м году, выиграв тендер, реконструировали вообще весь сквер. Еще не до конца работа выполнена, только на 50%. Сделали первую половину, денег не хватило. Обещали нас спонсировать вырод Севастополь, вторую половину сделать, но пока это все висит в воздухе. Многие наши обращения каждый год остаются неуслышанными. Но суть не об этом. Жители рассказывали разные истории, зачем это озеро было сделано и так далее. Но самое главное, что было принято решение, два с лишним года назад, в 21-м году проектировали здесь. Значит, было принято решение сделать изучение грунтов всех. Было забурено в не многих местах. Об этом я уже снимал фильмы, показывал. Поэтому показывали то, что вода в озере не взаимодействует с подвалами этих домов. Это было доказано не только теоретически, но и практически. С Валерием Михайловичем мы ходили в подвалы, снимали, смотрели. Оказывалось, там у них вода набиралась. Это в межэтажных перекрытиях, дома уже старые, прогнившие трубы, вода текла по стенам. Это все было показано в наших фильмах. Кроме того, вода в озере и вода даже в 5 метрах от озера, на определенной глубине, там, где электрические столбы, эта проводка проводилась, даже между собой не взаимодействовали. Вся беда в том, что здесь грунты такие, глинистые, песчаные. И там, где песок вымывается, то там ведь вода и идет. Где не вымывается, вода блокируется и все. Поэтому даже рядом находящиеся ямы в разной высоте уровень воды. Вот и все. Поэтому наше озеро никак не взаимодействует участник с одним подвалом этих домов. Это я хочу успокоить жителей, и чтобы они говорили, не лепятся. Все это научно доказано, есть документы, сделаны с УРФ, пробиты, прозондированы почвы по всему периметру озера. Об этом я показывал фильм еще раз. Фильм был сделан. А сейчас давайте посмотрим, я не все публикую, то, что там говорили жители и рисовали, и рассказывали главе администрации. Ну, каждый высказал свое мнение, и в чем-то он был прав, а в чем-то он перегибал палку. В общем, сложность такая. В течение трех дней, суток, в течение трех суток наблюдается мор рыбы в нашем озере. Причина пока не установлена. До 5 июня департамент обещал оповестить результат исследования воды. Что будет, будем знать. Но у всех жителей почему-то сложилась ситуация, что вода была отравлена. Поэтому, чтобы пена, так сказать, и волнение людей ушло, мы должны знать запрещение по качеству воды. И тогда можно будет судить, кто этим должен заниматься. Спасибо за внимание. Смотрим сюжет, который был снят вчера. Вот рыбу взяла чайка. Она у меня тоже спустит. Она ее выплюнула. Ну, она с ней разберется. Только не пугайте ее. Я снимаю. Я полнуюсь берега скинула. Выдержит на береги, бросай. О, Линь, брось. Ты пошла клюх. Винь, Винь. Ты посмотри, Линь, дурочка. Да. Клюх мой. А я засняла все. Глава района прибыл. Нахимовская администрация Лазарев. Разбираться. Третий день не такое видобразие. Но мероприятие запланировано не очень удачно, поскольку в Домной культуре сетки плетут до 6 вечера и отчетный концерт. От прокаты. Вот так. И все. Это осталось. Не было. В Куске будет вот так. Оставлен wellness. Ну 67, это же рыбаки Чайки даже если рыбу вытаскивают сюда, практически они не едят одну Потом они говорят, обращайтесь в полицию Это точно не полицейских Нет, но они заведены куда? Если в ОПС Северное они заведены, то? Давайте я наберу прямо сейчас Для начала поворовали поскопольные улицы в той площадке Потом пробили сцену Мы поддались Ну я видела дверка в сцене Посмотрите У нас доступа Никто не дал Ну третий день, посмотрите, она всплывает Может быть вы что-то видели, кого-то видели Что-то кто-то кидал Вот лучше бы нам помогли здесь Потому что это очень серьезно Здесь было более тысячи рыб Каждый день мы вылавливаем по 2-3 ведра Ни кошки, никто не ест даже рыбу Она отравлена Тут отдыхали ваши мамы, папы, бабушки, дедушки И вы в том числе Вот сейчас лето начнется Чтоб вы лазили вот там В том доме терпимости Туда вы лазите Значит надо побывать Давайте не будем Чтоб туда не лазили Потому что там и наркоманы И там такие же, как вы Сейчас военные Сейчас военные Значит ты была и видела, что там военные Вот эти качели не ремонтируются На пятом этаже На пятом, на крыше Значит вы были там И видели этот бардак, этот конючник Отсюда Вот я просто вас предупреждаю Зафотографирую, если кто-то будет что-то Вот это все В инспекцию по делам несовершеннолетних Дело для облагородили это озеро Три года назад Сделали все как красоту такую И теперь какой-то негодяй Вы знаете, вот можно совместно Правоохранительными органами Рейды сделать По домам По СНТ Садоводческие товарищества Мы к этому обращаемся На берегу, вот там СНТ Узбельбек Пожалуйста Да, просьба такая А рейд там на что Что вы являетесь? Ждунов выявляет А А у нас их много Некоторые просто переобулись Вырыли яму для того, чтобы вода А когда было в Ашкеназе По трубе сюда вода текла Как же получается, чтобы оттуда текла сюда А по трубе наполнялись Я не знаю, откуда Ашкеназе Откуда Ашкеназе вырыл тут яму И вот здесь фонтанчик поставлен Так он, значит, оттуда завел эту трубу С тех домов Потому что ее все время меньше и меньше становилось Поэтому Ашкеназе провел Нет, дело в том, что нужно было ее чистить Все засрали Все засрали Камысами все заросло Это дренажная яма Вот эти все тоже убрали Затоптали, а их надо было чистить А Ашкеназе решил облагородить И провел этот фонтанчик И все, об этом все делали Для того, чтобы ушла А он наполнялся Для красоты он делал Край А он потихоньку у них Он прекрасно все соображал Закопаны емкости огромные, накопительные Оттуда должна подпитываться сюда И плюс ко всему еще и поливать всю вот эту территорию Это так задумано было, да? Да, задумано Ну да, но там пломбы там не открывались И ничего не делается И поливаем мы из озера Ходим поливаем Да никто не поливал Я говорю, нет, вот эти дирекции Что на колодце стоит пломба На колодце Никто не открывал, даже воду не разу Короче Я только парк, который сам сделал Мне его не дали Ну как так? Посадить дерево и не поливать? Тележка не поедет Надо бы по однажды было Дверхозы поедет Все, да, спасибо, дорогой И я тоже Все, до свидания Все, всем спасибо, да, огромное Спасибо, дорогие Лех! Вы у нас такие активные люди И обязательно мы будем принимать какие-то действия Либо если действительно будет доказано, что это отрава Значит, я так понимаю, будет ФСБ и МВД Разбуждать уголовное дело по факту терроризма Если же это, ну, допускаем Это терроризм То есть это просто рыба От отсутствия кислорода, условно говоря Ну тогда другое дело Но если тут, знаете что, было заросшее все Заросшее, загажено вот этим всем И рыба была Когда его стали чистить вот таких вот карасей Значит, кислорода хватало? Отсюда лила, отсюда Тогда какой смысл? Вообще Что? А какой смысл? В Шкеназе надо было здесь фантазировать Ну так я и не знаю Он у меня не спрашивал Но это было? Ты же знаешь Ну было Ну так что? Какой смысл? Тогда эта яна, если ее вырыли Так она же тут и стояла вода Еще даже в Шкеназе Да, в Шкеназе Тут ловили мои дети, ловили рыбу Дело в том, что нужно было ее чистить Все, засрали Все засрали Камышами все заросло Это дренажная яма Вот эти все тоже убрали Затоптали А их надо было чистить В Украине нифига не делалось Пока живые были люди, которые чистили это Оно было красиво Потом они поумирали И все Совершенно верно Ну дай мне еще какое-то странное существо есть Вот сейчас посмотрим Видите, что-то пролетели голуби Они обычно пролетали и пили воду Вот будут сегодня пить они воду или нет? Они купались как-то раз Да и купались даже Они не купаются Они обычно воду пили А у меня они купались Так, ты смотри Сегодня воду пьют, да? Да Ну три дня воду никто не пил А вот сегодня первый день Вижу уже воду пьют птицы Да, он каждый день Чистит на лодке Да, мы видели с мамой Мы видели с мамой Ну департамент у нас сейчас разбирается До пятого числа Обещают дать информацию Ну раз птицы уже воды пьют Значит вода уже очистилась Частично Спасибо Ивану Павловичу Что он ее три дня Абсорбировал и чистил воду И рыбы очень мало уже стало погибшей Либо она вся погибла уже Либо перестала гибнуть Ну вот еще есть у нас В плавнях видно, что В плавнях видно, что у нас рыба Вон дохло еще плавает Сегодня он не собирал, видно Ну вот здесь видно Сегодня Иван Павлович еще не собирал Сачком Это вот которая на поверхности рыба А еще есть на глубине погибшая Она потом подплывает Ну пока вот такая ситуация На сегодня На вечер Первого июня Сейчас посмотрим Сыпанули Наверное сыпанули что-то Вот видишь, что чайка пролетела Или как, альбатрос называют Это как чайка Вот пытается, пытается Весь съесть Пролетел чайка, пытается есть рыбу Ну вроде то рыбу уже едят На четвертый день уже рыбу стали есть И воду пить И рыбу есть И то не целиком заглатывает А кусочками откусывает Видите Вон чайка Поела рыбу, теперь клюр свой чистит А рыбу до конца не съела Спасибо всем за внимание Надеюсь, что мы Исправим ситуацию в озере Субтитры сделал DimaTorzok